Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир телеканала РЕН продолжает новости Анапа-регион в студии Кристины Арабина. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Трудовой десант на пляжах. Сотрудники городской администрации и общественники вышли на уборку главного достояния Анапы. Куда пойти учиться? Учреждения дополнительного образования объявили о новом наборе. В чрезвычайной ситуации не допустят. На майских праздниках пожарные будут работать в особом режиме. В Анапу привезли георгиевские ленты, которые со следующей недели начнут раздавать жителям и гостям курорта. Также идет подготовка к мероприятию, гости которого смогут стать не просто зрителями, а участниками событий. Стандартная коробка и несколько упаковок. В них 13 тысяч георгиевских лент. Их привезли в Анапу сегодня днем. Посылку разбирают в городском управлении по делам молодежи. Здесь же окажут техническую поддержку организаторам акции. Предварительно ленточки будут раздавать на театральной площади и у центрального рынка. В самых людных местах. Кроме того, будет действовать мобильная группа. Они пешком по курортной зоне ходят, по набережной, по аллеям. То есть их встретить можно. Сюда же привезли около тысячи флакатов, которые разместят в различных учреждениях и на предприятиях. В управлении готовятся к проведению вахт памяти, десанта славы. Помогают организовать акцию «Бессмертный полк». В сквере Гудовича можно будет посмотреть военные фильмы, спеть военную песню, пострелять в тире. Впервые такое мероприятие провели в прошлом году. К нынешнему празднику Победы идею творчески переосмыслили, чтобы у горожан и гостей города было больше возможностей для участия в процессе. Сделаем больше красочных площадок, больше именно площадок, где люди могут принять участие, не просто посмотреть. То есть в прошлом году у нас были и такие, и такие. Сейчас мы поняли, что это здорово. Будет тоже знаменитая акция «Солдатский платок». То есть каждый может на «Солдатском платке» нарисовать, написать фамилию именно ветерана, участника, может быть еще кого-то. И пришить к этому огромному большому полотнищу. Раздавать георгиевские ленты волонтеры под эгидой Всероссийской организации «Молодая гвардия» начнут уже со следующего понедельника по 9 мая включительно. Все ленточки раздаются, соответственно, бесплатно. Но каждый желающий может пожертвовать фонд российского Красного Креста для помощи ветеранов в денежные средства. Абсолютно любую сумму, конечно. Впервые акцию «Георгиевская ленточка» провели в год 60-летия Победы. С тех пор она проводится ежегодно. В прошлом году в России добровольцы раздали более 20 миллионов лент. Причем в движение включились участники из трех десятков стран, включая США, Францию, Великобританию и Китай. В особом режиме на майских праздниках будут работать все пожарные расчеты. Сейчас начинается наиболее опасный период. Погода, по прогнозам синоптиков, будет ветреная. Многие в нерабочие дни поедут на природу или займутся своими приусадебными участками. В Анапском сельском округе сотрудники МЧС России проводят профилактические мероприятия по противопожарной безопасности. В Доме культуры организовали сход представителей местного самоуправления. Такие встречи пройдут во всех сельских округах. Во время бесед жителям вручат информационные лески и памятки. Об этом нашему телеканалу рассказал представитель МЧС Анапы. В связи с ростом загораний и пожаров в Анапском сельском округе 22 апреля проводится сход граждан, а также отработка сельского округа. Инструктаж граждан, проживающих в данном сельском округе. Будут задействованы все квартальные, ответственные за пожарную безопасность, администрация Анапского сельского округа. А потом подворовой обход жилых зданий, помещений, где проживают люди. О соблюдении правил противопожарной безопасности, готовности аварийно-спасательных формирований Анапы и о предотвращении огненных ЧП говорили сегодня на заседании КЧС. В настоящий момент ситуация с природными пожарами стабильная, отмечают специалисты. Класс пожарной опасности нулевой. Тем не менее, бдительность терять нельзя. Человеческий фактор не исключен. Главам сельских округов необходимо принять исчерпывающие меры по недопущению пожаров, в том числе провести разъяснительную работу с населением. Еще один вопрос, который вынесли на комиссию, угроза подтопления территории жилой застройки в СУКО. Члены КЧС заслушали руководителя проекта резидент Саутриш и итоговым решением обязали застройщика обеспечить установку технических средств системы оповещения населения. Вторник, 10 мая, на Кубани официально объявлен нерабочим днем. Соответствующее постановление подписал глава региона Вениамин Кондратьев. Дополнительный выходной связан с праздником Радоница. Согласно постановлению, муниципальным властям рекомендовано обеспечить условия для проведения поминальных мероприятий. Краевому министерству внутренних дел обеспечить охрану порядка, сообщили в пресс-службе краевой администрации. И к другим темам. Более 300 сотрудников городской администрации приняли участие в акции «Чистый берег», которая прошла сегодня утром. Несколько сотен кубометров мусора было вывезено на полигоны. Так, например, 130 кубометров отходов было собрано на участке Витязевской косы протяженностью около километра. Такой большой объем образовался из-за шторма, который прошел накануне. Больше всего участников, 147 человек, занимались очисткой верхней набережной в районе пансионата «Голубая волна». До обеда им удалось навести порядок на общей площади 22 тысяч квадратных метров. В администрации города призывают предприниматели более активно следить за чистотой территории, прилегающей к их объектам торговли и общепитам. Также сегодня с кладбища станицы Гостогаевская перед родительским днем было вывезено порядка 60 тонн мусора. А сотрудники управления сельского хозяйства занимались побелкой деревьев и спилили засохшие. И в продолжение темы. Сегодня улицу Горького. От Краснодарской до Гребенской укатали в новый асфальт. Протяженность участка, по которому прошлась дорожная техника, около 200 метров. Остались последние штрихи и прогулочный бульвар заиграет новыми красками. Будут установлены лавочки, высажены цветы вокруг каждого клёна и выставлены цветочные кашпо. Марш парков. Акцию с таким названием государственный природный заповедник «Утриш» провел уже в пятый раз. Приурочена она была к празднику Международный день земли. Победители конкурсов, которые проводит заповедник, мотивуют «Реша», «Поможем птицам перезимовать» и других получили заслуженные награды. Традиционное посвящение в друзья заповедника сегодня приняли студенты филиала Сочинского государственного университета. Я в художники пойду, пусть меня научат. Анапские учреждения дополнительного образования детей начали прием документов. В художественной школе прием ведется по трем направлениям. Документы можно подавать до 20 мая. Детская музыкальная школа номер один приглашает на обучение по программам в области музыкального и хореографического искусства. С 15 апреля по 15 мая заявления также принимают в детской школе искусств номер два. В следующем учебном году в учреждении начнут обучать детей музыкальному фольклору, хореографическому искусству и основам раннего эстетического развития. В ДШИ номер три срок приема документов начинается 1 июня и завершится 26 августа. В рамках реализации программы по профилактике детского травматизма на объектах электросетевого комплекса сотрудники юго-западного филиала Кубани-Нерго провели открытые уроки среди учащихся кадетской школы имени Старшинова. О чем узнали подростки и какие выводы для себя сделали в нашем материале. Самая опасность электрического оттока напряжения в том, что без специальных припоров нельзя определить, есть там напряжение или нет. Напряжение не имеет, запомните, ни цвета, ни запаха, ни вкуса. Детское любопытство и желание отличиться среди подростков порой становятся причиной трагедии, так как ребята не осознают опасности, которую несет в себе электрооборудование. Подобные тематические уроки, которые проводят специалисты Кубани-Нерго, помогут ребятам избежать несчастных случаев и научат их осторожности. В целом профилактика электротравматизма в электростевом комплексе в нашем предприятии – это один из главнейших вопросов, который постоянно рассматривается. Цель данного мероприятия – донести и детям, и взрослым родителям о том, насколько опасен электрический ток и дать хотя бы минимум знаний в части электробезопасности. Впереди наступает пора каникул, и дети должны понимать, как им себя вести вблизи линий электропередач, вблизи трансформаторных подстанций. С появлением смартфонов феномен селфи плотно засел в обществе. Подростков мода, конечно, тоже не обошла стороной. Поэтому ребятам рассказали и об опасности делать селфи на опорах ЛЭП рядом с действующими энергоустановками, так как попасть под напряжением можно и не касаясь тока ведущих частей, а только приблизившись к ним на недопустимое расстояние. Каждый должен знать требования безопасности, соблюдать их, выполнять. Здесь сегодня покажут полностью все и на практике, и теоретически доведут на детворы наши. Мы прекрасно понимаем, что в рамках одного урока все задачи, которые будут доведены, они не усвоят. Поэтому у нас есть план дальнейшего сотрудничества с ними. Думаю, что это не первое занятие, не последнее. В детворе также объяснили значение запрещающих табличек, которые устанавливаются на трансформаторных подстанциях и линиях электропередачи. Научили, как целыми и невредимыми выбраться из опасной зоны, образовавшейся вокруг лежащего на земле оборванного провода. Я запомнил самое главное, что не нужно подходить к оголенным проводам, потому что это может чревато закончиться. Также не подходить к трансформаторным будкам, потому что может ударить очень сильно и останется человеком. Буквально несколько килограмм. Также, если ударил током человеком, то оказать первую медицинскую помощь. То есть вызвать скорую помощь, позвонить 112 или, как на сотом телефоне, 03, позвать родителей, соседей и, конечно, помочь чем сможете. Поскольку сотрудники юго-западного филиала «Кубанинерго» особое внимание уделяют именно детской электробезопасности, то подобные тематические уроки, конечно, не станут единичными. В ближайшее время компания проведет выездные лекции в 32 школах Анапы и Анапского района. Уровень газификации Краснодарского края составляет свыше 85%, что превышает среднероссийские значения почти на 20%. За последние 15 лет «Газпром» построил на территории региона 64 газопровода. Председатель правления «Газпром» Алексей Миллер на встрече с губернатором края Вениамином Кондратьевым заявил, что продолжается строительство 10 газопроводов на Кубани и разрабатывается проектно-сметная документация на сооружении еще четырех. Сегодня в библиотеках города в 18.00 началась «Библия Ночь-2016». Пятая культурная акция, посвящена Году российского кино и проходит под девизом «Читай кино». В этот день библиотеки превратятся в киностудии и съемочные павильоны. Всех посетителей ждут встречи с интересными людьми, викторины, кинозалы семейного просмотра. Библиотекари приглашают всех анапчан и гостей курорта «Волшебный мир кино», чтобы почувствовать его литературные корни и лучше понять, как устроено это замечательное искусство. 2 мая 2016 года в 16.00 состоится долгожданное спортивное событие – открытие футбольного сезона 2016. 2 мая в 17.00 на стадионах Краснодарского края пройдут первые официальные игры первого тура Кубка губернатора Краснодарского края – Первая лига. Одна из игр состоится на стадионе «Спартак», футбольный клуб «Анапа» – город Анапа и футбольный клуб «Черноморец-Д» – город Новороссийск. И наш генеральный партнер программы новости. Производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте, а я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Продолжение следует...